Доброе утро! Я Ла Ковальчук, и вы на моей кухне. В моей тетради есть рецепт блюда, который порадует ваших родных и станет прекрасным украшением праздничного стола. Свиные ребрышки с соусом по-китайски. Оригинальная, вкусная, изысканная закуска, которую вы сможете приготовить быстро и, самое главное, легко. Этот рецепт появился у меня при очень необычных обстоятельствах. И, самое главное, под Новый год. Для начала мы должны приготовить маринад. В этой воде мы разведем 2 столовые ложки томатной пасты, 1 столовую ложку горчицы, тмин, паприка, черный молотый перец и соль. Пропускаем через пресс 7-8 зубчиков чеснока. Эта история произошла со мной больше 20 лет тому назад. Продавала одежду, там всевозможные цветочки, а возила я товар из Китая. Одна из моих поездок, и получается, что вот накануне Нового года приезжаю в аэропорт, мой рейс задерживается на неопределенное время. Нелетная погода. Дома муж, дети, елка, друзья, с которыми мы договорились встречать Новый год. Нам осталось добавить главный ингредиент. Рафинированное подсолнечное масло. Добавляем 3 столовые ложки и перемешиваем. Для соуса я советую брать рафинированное подсолнечное масло на основе семян высокого качества, которое прошло экологическую сертификацию. В таком масле сохранилась природная польза семечки в масле, а значит соус получится не просто вкусным, но и полезным. От этой массы, то есть от маринада, мы должны в отдельную мисочку отобрать 3 столовые ложки для будущего соуса. Теперь берем 500 граммов свиных ребрышек, заливаем ребрышки маринадом, накрываем или крышкой, или пищевой пленочкой и отставляем мариноваться ровно на 1 час. Наливаем 3 столовые ложки рафинированного подсолнечного масла и на среднем огне будем обжаривать ребра. Я заметила, что мои блюда получаются по-домашнему вкусными, если во время готовки использовать хорошее масло, ведь масло – это проводник вкуса. Насыпаем на тарелочку немножко муки. Мука впитает остатки маринада и поможет образоваться хрустящей корочке. Панируем ребрышки в муке и опускаем в раскаленное масло. Сижу я в аэропорту, проходит час, второй, третий, пятый, посадки нет. Пошла я в кафе и стала заедать свою печаль. Плачу и ем мясо с каким-то таким очень вкусным соусом. Я не заметила, как я заказала вторую порцию, а потом третью порцию. Обжариваем 20-30 минут на среднем огне, регулярно переворачивая ребрышки. Тут слышу «Здравствуйте» такой голос. Поворачиваясь, стоит надо мной китаец в фартуке и говорит «Вкусно». Оказывается, что шеф-повар в этом кафе не выдержал. Женщина кушает и плачет и решила узнать, в чем же дело. Он учился в Хабаровске и знает язык. В общем, разговорились, а он и говорит. Фитры, слезы, загадай желание, и оно обязательно сбудется. Все, что могла загадать, чтобы я Новый год встретила со своей семьей, но ни в коем случае не в аэропорту. Что произошло, расскажу чуть позже. Ребрышки готовы, выкладываем их на тарелку с бумажным полотенцем, для того, чтобы стек весь лишний жир. А мы сейчас займемся соусом. Ставим сотейник на плиту. Наливаем в сотейник 2 столовые ложки рафинированного подсолнечного масла. Добавляем сюда 3 столовые ложки маринада. Помните, мы вначале оставляли их? 1 столовую ложку муки. Я люблю соус чуть-чуть такой с ластинкой, поэтому добавим к соусу 1 чайную ложку сахара. И вот, не успела я загадать желание, слышу, объявляют посадку на мой рейс. Домой, слава богу, добралась впритык. Новый год еще не наступил. Уставшая, но счастливая. Достаю ключи из кармана. А тут выпадает записка. Соус готов. Снимаем с огня. Открываю записку. А там написан рецепт блюда, который я ела в китайском аэропорту. А внизу надпись. Ты только верь в чудеса, и они обязательно сбудутся. Всю эту историю, иначе как новогоднее чудо, я лично назвать не могу. Сверху посыпаем семенами кунжута. Все готово, можно подавать к столу. И пусть в новом году в вашей жизни будет много ярких и вкусных событий. С наступающим новым годом! Субтитры подогнал «Симон»!